МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семестные белорусско-китайские межрегиональные проекты в материале наших корреспондентов. С 2010-го у Харбини працует суместное предприемство с Гомсельмашем, на яким уже выраблено больше, как 2000 комбайнов. Летось подписано еще одно погоднение об открытии двух сборочных плясовок гомельских машинобудовников в провинциях Хэбэй и Ганьсу. Еще одно погоднение об суместной вытворчасти кабельной продукции. На приконце минулого года Гомелькабель подписал зусийской кабельной компанией «Дзянань». Визит, який отбывается у гэтая дни, закликаны установить больше тесные совязи с предприемствами харчовой и древа просушившей промысловости Гомельской области. Надеемся, чтобы у нас будет шанс сотрудничества с вашими молочными продуктами, мясными продуктами и еще другими цилийско-хозяйственными продуктами. Сегодня гэтая компания специализуется у гандли на китайском рынке импортными продуктами харчаванья. От российского шоколада и цукерок до аллюкового аллею з Испании и мор продуктов з США. Разом с тем, у компании лишись махчимым дополнить гэтый спис медом, мясомолочной и кондитерской продукцией с Беларуси. Тем больше, что на Гомельшине пылные напрацовки у гэтой сферы уже есть. У мая минулого года аксанерное товарыство «Спартак» приняло удел у 16-й китайской международной выставе продуктов харчаванья и заключила два контракты на поставку своей продукции. По слову беларусских специалистов, такое супрасовенство повинно быть взаимовыгодным, але необходимо докладно пропрацовать логистичные питания. Проблемы существуют в логистике. То есть, если у нас первый контейнер пошел с железнодорожным транспортом и он уже дошел до Китайской народной республики, мы отгрузили пробную первую партию шоколада 15 тонн, то вторая компания, которая работает с нами, мы отправили морским путем и вот примерно доставка будет осуществляться 50-60 дней. И в працах тему супрацовненства Гомельской в области с Китайской народной республикой. Как ждет, в этом году будут подписаны еще несколько погоднений с китайскими провинциями. А про то, в мае, всех китайских партнеров запросят на Гомельский экономический форум и международную универсальную выставу «Весна у Гомели». Олег Сунцюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Вырошить питания, які хвалюют Жихару Ругею, надо помогуть промыть телефонные линии, а не протягивать, працавать по субботах. Завтра с 9 до 12 годин з вороты грамадзян буде приймать наместник старшини Гомельского облого конкама Владимиру Владимирович Гарбачоу. Номер телефона у Гомеля – 75-12-37. Параллельно промылинию проведет первый наместник старшини Гарвы Конкама Павел Евгенович Паулоу. Звонков Жихару областного центра шакаюсь по номерам 75-19-84. Як и завсёды, по субботах промылинии будуть організованы так само у районных администрациях и райвыконкамах. Знешняя экономика и импортозамещение – ключовые питания у развития Гомельского региона. Тому новый замежный партнер завсёды жаданый гость. Сустреша потенциальных бизнес-партнеров отбылась у Гомеле по инициативе администрации СС Гомеля Ратон. Под обязанностью в материале Катярыны Жданович. Бізнес-конференция – приклад реализации политики импортозамещения. На Гомельше не для этого створены усе умовы. Сёня регион супрацовничаю гэтым напрямку с инвесторами с больш як 40 країн свету. Польша – одна з їх. Як приклад – компания «Делком40» – дачынная предприемства буйного вытворца мягкой мэбли и матрацов. Сёня заявляется одним з резидентов свободной экономичной зоны Гомеля Ратон. Группа компаний «Комфортси» состоит из четырёх фирм. Две фирмы находятся в Польше, возле города Калиш. Это фирма «Ком40» и фирма «Корект». Одна фирма находится в Соединённых Штатах Америки, в штате Вирджиния. И одна фирма – вот это белорусский проект, который сейчас развивается здесь, в городе Комеля. Они выкупили, во-первых, незадействованную площадку завода пусковых двигателей, которая в течение практически 20 лет не использовалась в производстве. Они её сейчас модернизируют, создадут новые рабочие места, дадут людям работу, будут платить налоги здесь, в Республике Беларусь. 99% на экспорт будут поставлять свои продукции. И сегодня вот они ищут здесь, на площадке свободной экономической зоны, в нашем бизнес-центре, партнёров, с которыми они будут этот бизнес здесь делать, в Республике Беларусь. Для размещения нового предприемства наша в область была обрана невыпадково. А кроме территориальных плюсов, регион володает ресурсным потенциалом. Сегодня на территории Гомельщины динамично развивают свою вытворчесть каля 300 буйных предприемствам. А это пятая частка – догульная колькость Украины. Мы выбрали этот регион, на этом регионе настаивал очень господин Качмарек, потому что он, во-первых, имеет благоприятное расположение, он находится недалеко от границы с Россией, это первое. А во-вторых, в Гомеле находится очень много предприятий текстильных, мебельных. Подчас конференции засновальник компании Богдан Качмарек кажется надеей, что эта сустреча покладет початок к взаимовыходному супрацовництву двух краин. Сирот удельников сустреча – як зарубежные партнёры, так и процедуники беларуских предприемствов. Для забеспечения деяности новой компании «Делком-40» плануется максимальное задейничание вытворчих махутностей у мясовых предприемствов. Мы видим свой интерес, в первую очередь, в том, что будут, во-первых, созданы и, безусловно, рабочие места новые. А во-вторых, хочу сказать, что вступят в кооперацию многие наши предприятия. В производстве мебели, матрасов нужны многие компоненты. Это и пружины, значит, это наше металлопроизводство. Это и специальные ткани, это, значит, наши предприятия, которые выпускают нетканные материалы. Это и будет востребован наш малый бизнес, который сегодня занимается деревообработкой. А кроме обмеркования пытания у супрацовництва, потенциальные деловые партнеры смогли познайомиться с продукцией польскохавытворцы. В холле бизнес-центра отбылась и выстава узоров материалов и выработок, необходимых для вытворчасти. Створение оптимальных умов для ведения бизнеса и развития международных относин в приоритете Гомельского района. Бизнес-устреча деловых колов Беларуси и Польши – один из кроков до реализации этих задач. Это не только умоцывание международных экономичных соведей, но и створение 600 новых працовных мест для ЖХРУ Гомельской области. Принятие на працу новых специалистов плануется уже до конца лета. До этого часа каждый из працовников пройдено в учание. До речи запуск первого швейного цеха, призначенный на жневень, початок вересня этого года. Катерина Жданович, Сергей Лукашук, телерадио «Кампания Гомель». И до инших тем. Супрацовники Галунного управления по боротьбе с организованной злочинностью и коррупцией затрымали трех грамадзян грудзей. Деля отрымания финансовой выгоды, яны узяли у заложники грамадзянина Российской Федерации, які займаются предприимальництвом у Литве. Мушина приехал в Беларусь по пытаниях недопоставки продукции и был выкраденный своими шпартнерами по бизнесе. Александр Гамоля с подробязностями. Как провести пошуковое мероприемство, сопоставить информацию и отшукать квартиры, где был незаконно позбавленный волей протопримальник из Литвы, гомельским милиционерам спотребилось 12 годин. Отрат милиции особого назначения, нечаканно наведався у гостя до злодзиев. Яны различовали, что часок, как отрымать от бизнесмена гроши, будя ясно шмат, але помылилися. Информация поступила в районе 18 часов 5 февраля и к 7 часам утра 6 февраля уже было произведено задержание преступников. История злошинства такая. Трое грузин, у волода 90-го, из которых находится лесопильня, по передоплате поставили грамадянину России и в Литву лес вельми дрэнной якости. Как разобраться у ситуации, предприемальник накерувался в Беларусь. Як только иншаземец приехал в Гомель, поставщики завайбили его на квартиру, скрутили и потребовали, пералишись остатнюю половую сумму за поставленный лес, а так само компенсацию за недобросумленное партнерство. При этом одобрали у него планшеты и ключи до автомобиля. Предприниматель спрятал телефон, который не нашли преступники. И по телефону, когда улучшил момент, направил короткую смс в Литовскую республику, что его удерживают в Республике Беларусь. Увы, неку зму с Беларуси связались литовские коллеги. Вымагальники навыто не думали, что относенных до их уже ведутся пошуковые мероприемства. Усе доставлены у следший изолятор. Предприемальник вернулся домой. За незаконное утримливание бизнесмена и вымагальнство у его грошей тром громадянам Грузии погражает серьезное покарание. Супрать одного из их максимума будут предъявлены и иншие обвинувачивания, бо мужчина уже давно находился у вышеку за злочинство, которое здействует на территории Грузии. Увагу лишь у относенных до подозронных, учинки яких нагадываются стиль деяния у бадытов 90-х, узбуджена криминальная справа по двух артикулах криминального вышеку. Мужчинам погражает до 10-ти годов по сбавлению воли. Александр Гамуля, Оген Макейнка, телерадиокомпания «Гомель». На Гетемпакулюсьо у студии працавала Маргарита Шубукова. Усяго доброго и до встречи в эфире.